На первый взгляд, 200-тысячный штраф УФАС для Новорязанской ТЭЦ с ее миллиардной прибылью, как слону дробина. Но если знать предысторию, шаг этот, по сути, последнее китайское предупреждение. Дальше диктовать свои условия и шантажировать власть фактическому монополисту тепла никто не позволит. Еще на декабрьском брифинге заместитель главы Рязанской администрации Владимир Бурмистров озвучил журналистам всю хронологию конфликта. По сути, спор случился из-за турбины, которую Рязанская мэрия запретила выводить из ликвидной массы. Вот 9 июля подписано мною постановление о приостановке ввода. 9 июля вот на меня жалобы Минэнерго России о том, что мы тормозим прогресс. 10 июля на меня жалобы губернатору Рязанской области. А 21 июля их письмо, что они отключат город от тепла. Ну, чтобы вы понимали, из-за чего все это происходит. Для антимонопольной службы все эти хозяйственные споры значения сегодня, наверное, не имеют. Прекращение поставки тепла, да даже попытка просто заикнуться об этом – грубейшее нарушение. Поэтому здесь считают, что поступили по букве закона. Тепловики обязаны поставлять энергию, даже если платить будет условно только один человек со всего города. Прекращение поставки тепловой энергии тогда, когда население оплачивает, в основном, да, поставляем ресурсы, с нашей точки зрения неправильно, незаконно. То есть, новая Рязанская ТЭЦ и теплоснабжающая организация, даже если теплоснабжающая организация, должна, поставляем ресурс, каким-то другим способом должны решать эти вопросы, не прекращая поставки тепловой энергии населения. 212 500 – это даже минимальное наказание. Если бы ТЭЦ решилась на отключение, сумма была бы на порядок больше. А там и до уголовного дела недалеко. Пока что в законную силу постановление УФАС не вступило. А спорить его, конечно, право энергетиков, вот только репутационные потери после такого будут куда больше. Идти против населения – очень странный выкрутас. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».